Информация об инциденте в новостройке жилого комплекса Бутова парк поступила на пульт оперативных ведомств в 15.40. По тревоге были подняты все чрезвычайные службы и уже меньше чем через 15 минут их сотрудники приступили к работе непосредственно на месте происшествия. По предварительной информации в одной из квартир при выполнении строительных работ произошел взрыв газового баллона, вследствие чего случилось возгорание. Всего к тушению были привлечены 8 виниц техники и 24 сотрудника МЧС. В 16.50 прибыло отделение 23 ПСЧ города Москвы, был звеном ГДЗС, от пожарного крана подан ствол Б, в 16.04 ликвидация открытого горения. Очевидцами произошедшего стали жильцы соседних домов. Они поделились видео с деланными в первые минуты ЧП. Пожарная еще не приехала? Нету? Там люди стояли. После испытанного шока люди стали выходить на улицы, чтобы рассказать о том, что они видели и слышали. Произошел взрыв, мы подбежали к окну и все начало обрушаться. Вылетели все окна, кирпичи, блоки. Все очень с большой скоростью летело вниз на крыльцо, разрушило ступени, перила. Куски валяются по всей территории нашей детской площадки балконной. А на балконе двое мужчин стояли. Страшно было? Да, конечно. Лишь по счастливой случайности никто из находившихся на детской площадке во время обрушения конструкции не пострадал. На улице получили повреждения только машины, припаркованные под домом. Количество их уточняется. А вот в самой квартире были травмированы 4 человека. По предварительным данным, это рабочие, которые монтировали в помещении натяжные потолки. С ожогами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в больницу Подольска. Переступив порог квартиры, в глаза бросаются последствия инцидента. Раскороченные стены и двери. Повсюду разбросаны обломки строительных материалов. Посередине комнаты главные вещественные доказательства. Тепловая пушка и газовый баллон. Для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия была создана специальная комиссия. Сейчас проходит комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую я возглавляю на месте. Вместе с сотрудником МЧС, Следственного комитета УМВД по Ленинскому муниципальному району. Приглашен эксперт для визуального обследования несущих конструкций. В настоящее время комиссия не видит угрозы для дома. Но будет сделано окончательное экспертное заключение по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. После чего будут приниматься уже все остальные решения по восстановлению ограждающих конструкций. Сейчас все коммуникации в доме работают в штатном режиме. Единственное неудобство для жителей подъезда – неработающие лифты. Екатерина Коваленко, Владимир Бижонов и Ольга Садовская. Видное ТВ.